В этом году исполнилось 20 лет с момента выхода первого номера Чувашской газеты «Сувар», издаваемой в Татарстане. В честь юбилея журналисты чувашскоязычных СМИ собрались в Казани и обсудили перспективы развития национальной журналистики за круглым столом. В числе приглашенных были и директор национальной телерадиокомпании «Чуваши» и наша съемочная группа. Сегодня в Башкортостане, Татарстане, Самарской и Ульяновской областях издаются общественно-политические газеты на чувашском языке. Проблемы национальной периодики везде одинаковы. Это и сокращение читательской аудитории, связанное с космополитическими настроениями молодежи, и жесткая конкуренция на рынке СМИ, и повышение стоимости подписки, продиктованная почтой. С этими проблемами каждое издание борется по-своему. К примеру, в газете «Сувар» есть попечительский совет, в который входят чувашские предприниматели. За свой счет они организуют подписку для ветеранов. Также совет планирует устраивать соревнования на призы газеты. Это поможет не только привлечь к ней больше читателей, но и приобщить их к здоровому образу жизни. Что же касается юбилея газеты «Сувар», то 20 лет для печатного издания – срок солидный, особенно по нынешним меркам. Это прекрасно понимают все, кто собрался в зале, поэтому поздравления были искренними, слова теплыми. Благодарность министра информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской республики объявляется Малышеву Константину Анатольевичу. Для Чуваши, а в Татарстане самая большая после нашей республики Чувашская диаспора, газета «Сувар» стала не просто источником информации, но и символом возвращения к общим истокам. Сохранение культуры и языка некоренных народов, поддержание этнического многообразия, воспитание у представителей разных национальностей, уважительного отношения друг к другу – со своими задачами газета справляется успешно. Действительно неинтересно, если бы в поле рос один цветок, и в лесу росло одно дерево. Прекрасно выйти и полюбоваться самыми разными цветами, которые есть представители разных национальностей. Большое вам спасибо, что вы украшаете нашу землю. Уважение коллег приятно, любовь читателей необходима. На торжество по случаю юбилея газеты «Сувар» собрался полный зал. Выступление артистов из Чувашии стало замечательным подарком к дню рождения. Даже для тех, кто еще не умеет читать. Оксана Замятина, Елена Гальперина, Надежда Яковлева, Андрей Спиридонов. Республика.